Музыка Если для москвичей Тверская улица начинается от Манежной площади, то для жителей Тверского края – от площади у Белорусского вокзала. Не так давно на здании этого вокзала появилась мемориальная доска. В центре мы видим человека, который 16 лет провел на Тверской земле и оказал огромное влияние на музыкальную культуру нашего края. Он прошел путь от регента церковного хора до генерал-майора Советской армии, основал уникальный краснознаменный ансамбль песни и пляски, стал автором гимна Советского Союза и песни «Священная война». Именно здесь, в самом начале Тверской улицы, на площади у Белорусского вокзала «Священная война» прозвучала в первый раз. 26 июня 1941 года. Эшелоны с бойцами отправляются с Белорусского вокзала на фронт. Их провожают строки песни, ставшей гимном Великой Отечественной. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Идет война народная, священная война. Через несколько дней эту песню знала вся страна. «Священная война» написана композитором Александром Васильевичем Александровым на стихи Лебедева-Кумача. Через три года Александров станет автором музыки гимна Советского Союза, который сегодня является гимном России. И мало кто знает, что как композитор он состоялся в Твери, где в начале XX века дирижировал не армейским ансамблем, а архиерейским хором в Спасо-Преображенском соборе. Без Александрова была в то время немыслима музыкальная жизнь города. Он преподавал практически во всех учебных заведениях Твери. В любительском театре ставил оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Фауст». В Твери Александров заявил о себе и как композитор. Здесь он написал овертюру, поэму «Жизнь и смерть», оперу «Русалка». Начал работать над оперой «Смерть Ивана Грозного», в которой мечтал спеть Шаляпин. В 1918 году Александров уехал в Москву. В столице он создал свои самые известные произведения, которые обессмертили его имя. Однако годы, проведенные на Тверской земле, Александров не забывал никогда.